Исторический момент. Иракские военные водружают государственный флаг на берегу реки Тигр в старом городе Масула. Это означает, что второй по величине город Ирака наконец-то полностью освобождён от группировки Исламское государство, запрещённой во многих странах, включая Россию. «В целом мы сражаемся с этой террористической группировкой три с половиной года. За это время освободили много городов. Начали с Байджи и Тикрита, потом Эр-Рамади и Эль-Фалуджа. И вот теперь мы в Масуле». В только что освобождённую часть города прибыл премьер-министр Ирака Хайдер Алябади. Он лично поздравил военных и народ с радостным событием. Напомним, боевики ИГИЛ захватили Масул в июне 2014 года. Операцию по его освобождению начали в октябре 2016-го. В боях за Масул также участвовали курские вооружённые формирования, шиитские ополченцы и арабские суннитские отряды. Наземные операции с воздуха поддерживала международная коалиция во главе с США. В то же время потери немалые и среди военных, и среди мирного населения. Число жертв исчисляется тысячами. Многие районы Масула в руинах.